Стратфор, США, в Грузии настало время крайне правых Анник Джеймс Крикориан Стратфор, США, 3 сентября 2019 года Основные моменты статьи Движение крайне правых в Грузии в последние годы усиливается, создавая серьезную угрозу евреям, ЛГБТ и прочим группам, не принадлежащим к грузинскому православию. Несмотря на недавние резонансные убийства и кампании запугивания, правительство почти ничего не делает для борьбы с усиливающимися радикалами крайне правого толка. Планы введения системы пропорционального представительства без избирательного барьера позволят крайне правым партиям расширить свое присутствие в парламенте. Для Виталия Сафарова этот вечер должен был стать таким же, как и все остальные. 25-летний гражданский активист отправился в бар в центр Тбилиси, чтобы пообщаться и приятно провести время. Но там он вступил в спор с двумя членами неонацистской банды. Ссора переросла в потасовку, и ночью 30 сентября 2018 года 21-летний Автандио Кандилакишвили и 24-летний Георгий Сахадзе убили Сафарова, 10 раз ударив его ножом. Сахадзе, известный в своем кругу по кличке Слайер, убийца, симпатизирует фашистам, а у Кандилакишвили есть татуировка в виде свастики. Ключевой свидетель по этому делу показал, что эти двое, избивая еврея Сафарова, езида по религиозным убеждениям, делали антисемитские замечания. Несмотря на расистские высказывания обвиняемых, суд не стал квалифицировать убийство Сафарова как преступление на почве ненависти. В июне Кандилакишвили и Сахадзе приговорили к 15-му годам лишения свободы. Но семья Сафарова хочет подать апелляцию, а его мать Марина Аланакян по внарешимости докопаться до причин убийства ее сына и добиться того, чтобы это дело стало важным прецедентом, помогающим карать за преступления на почве ненависти в Грузии. Представители гражданского общества тоже очень хотят понять, почему власти и полиции не занимаются устранением все более заметных проблем, связанных с радикализацией страны и усилением крайне правых сил. Надо сказать, что власть очень часто закрывает глаза на деятельность крайне правых и неонацистских группировок. А все более непопулярное правительство дает возможность ультраконсервативным группировкам проходить в парламент и распространять там свои взгляды. По этой причине Грузия вполне может сдвинуться намного правее. Игнорируя действительность на сегодня о воинствующем экстремизме в Грузии говорят только в контексте исламского государства, террористическая организация, запрещена в России, примечание Перев. Сирии мусульманского меньшинства страны. Но даже в таких условиях в Грузии осуществляется очень мало действенных проектов по борьбе с воинствующим экстремизмом, причем ни один из них не посвящен разоблачению крайне правых сил и противодействию радикализации населения. Например, Институт толерантности и многообразия за две недели до убийства Сафарова опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что неонацистские организации, по меньшей мере, ГОД активно действует в Тбилиси в районе Площади Свободы, уделяя особое внимание барам, которые посещают туристы и прочие иностранцы. Более того, в пресс-релизе отмечается, что полиция упорно не реагировала на многочисленные жалобы, в том числе, на тех двоих неонацистов, которые признаны виновными в убийстве Сафарова. «Это поистине трагический и роковой результат безнаказанности совершаемых на почве ненависти и преступлений», сказал Агитмер Зоев, работающий в Центре участия демократии, Чентр Фори Парти Чапатионан Дема Чирачи, где когда-то работал Сафаров. Мы систематически на протяжении четырех-пяти последних лет говорим об опасностях крайне правой радикализации, но ни общество, ни власть не реагируют должным образом на нашу озабоченность. На самом деле, грузины начали беспокоиться по поводу возможной связи между местными крайне правыми и зарубежными радикалами лишь тогда, когда услышали в марте о массовых убийствах в мечети Крайщерча и увидели надписи на грузинском языке, а также на кириллице, армянском и латинице, на оружии и стрелка. На одной из винтовок Брентона Таранта, Брентон Тарант, было написано имя грузинского царя Давида Строителя, который в битве при Дидгаре в 1121 году одержал победу над турками-сельджуками. Давид, его знамя и 1121 год стали путеводной звездой для крайне правых организаций типа грузинского марша, члены которого сделали своим главным символом царско-давидский флаг с единорогом и начали надевать футболки с даты Дидгорской битвы. Сразу после терактов в Новой Зеландии правительство Грузии пообещало провести расследование на предмет возможных связей между грузинскими неонацистами и крайне правыми боевиками за рубежом. Но пока никаких успехов в этом расследовании не достигнута. Манифест новозеландского стрелка во многом скопирован с заявлений крайне правого террориста Андерса Бреевика, убившего в Ослое и на острове Утое в июле 2011 года 77 человек, в том числе и одного грузина. И Бреевик, и Тарант, похоже, проявляли живой интерес к Грузии и прочим христианским странам, общей чертой которых является историческая враждебность по отношению к мусульманам. Оба также были одержимы крайне правой конспирологической теорией Великого замещения, согласно которой неевропейцы занимают место белых европейцев. Сегодня Великое замещение стало ключевой концепцией среди грузинских и прочих группировок крайне правого толка. На грузинском сайте Мастар даже размещены переведенные с английского работы Дэвида Лейна, Давид Ланя, являвшегося членом американской террористической организации «Порядок», «Ордер». Лейн известен внешнему миру своим высказыванием «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей», которое стало настоящим заклинанием для сторонников превосходства белой расы и неонацистов всего мира. Между тем, сайт Мастар цитирует Ветхий Завет, дабы оправдать убийство детей в нацистской Германии. С начала года сайт не продлил аренду сервера, и сейчас этот домен используется для продажи бумажников и дамских сумочек. Тем не менее, другие сайты продолжают размещать у себя аналогичный контент. Одной такой группировкой является Георгий Анпуир, который активно распространяет мемы альтернативных правок с изображением лягушонка Пепе. Они присвоили этот символ, и патриархальное изображение чистых женщин. Высказывание Лейна от организации тоже присвоило и превратило в Фейсбуке в грузинский хэштег. В последнее время ультраконсервативные националистические группировки типа неонацистского национального единства и популистского грузинского марша тоже активизировали свою деятельность. В мае прошлого года их члены собрались возле здания грузинского парламента, где столкнулись с владельцами ночных клубов, протестовавших против жестокого рейда полиции, проведенного в знаменитом столичном клубе Бассейне. Несмотря на такую демонстрацию силы, ни против Сандро Бригадзе, лидер грузинского марша, ни против Георгия Челидзе, он возглавляет национальное единство, никаких мер тогда принято не было. Лишь в сентябре 2018 года власти предъявили Челидзе обвинение в незаконном хранении боеприпасов, о чем стало известно после того, как он разместил в Фейсбуке видео, на котором видно, как он вместе с другими людьми тренируется в стрельбе из полуавтоматического оружия. На суде Челидзе вместе со своими сторонниками демонстрировал нацистское приветствие, подражая Бреевику. Тем не менее, суд в мае приговорил лидера национального единства всего к 3,5 годам лишения свободы. Более того, правительство Грузии не проявляет никакого интереса к решению проблемы крайне правой радикализации, хотя в июне в Тбилиси состоялся семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ на тему противодействия воинствующему экстремизму. Бывший государственный защитник Учана Ноашвили обвинил власти в двойных стандартах, продемонстрировав их непоследовательность в борьбе с экстремизмом и показав, что они реагируют только в исключительных случаях, и то недостаточно действенно. Между государственными ведомствами в этих вопросах отсутствует взаимодействие, и возникает впечатление, что власти ничего не знают о катастрофических последствиях потакания таким группировкам, сказал Ноашвили. Так, в июне Министерство внутренних дел отказалось обеспечить охрану первого в Тбилиси марша чести ЛГБТ-сообщества. Его организаторы, несмотря на господствующие в этой стране консервативные нравы, пообещали все равно провести это мероприятие, хотя крайне правые и ультра-националистические группировки пригрозили в ответ насилием. Грузинская православная церковь призвала к спокойствию, однако предупредила, что любое насилие будет на совести организаторов марша. И тут появился демагог спустя два дня после напряженного противостояния между ультраконсервативными организациями и активистами ЛГБТ. 14 июня миллионер и бизнесмен Леван Васадзи объявил о формировании добровольных дружин, которые будут заниматься выявлением и похищением всех тех, кто может принять участие в тбилисском гей-параде или поддержать его. Хотя МВД предупредило, что такие призывы являются нарушением статьи 223 Уголовного кодекса, запрещающего формирование незаконных группировок, Васадзи не был привлечен к суду. В мае прошлого года общественная организация Южной Центра Правовой Защиты Бедноты назначила Васадзи представителем выступающего против ЛГБТ Всемирного Конгресса Семей, который связан с поддерживающим отношения с Кремлем Александром Дугиным. В декабре 2017 года этот Центр отметил, что Васадзи выступал в молдавской столице Кишиневе на Евразийской конференции Дугина. В этом мероприятии также приняли участие неонацисты и сторонники идентитористского движения. По словам Нануашвили, грузинские ультранационалисты отрицают любые связи с Москвой. Однако тезисы их выступлений очень похожи на идеи российских крайне правых организаций представляют мягкую силу России, сказал он. Большинство этих группировок по-настоящему антироссийские, однако довольно крупные и влиятельные организации, такие как Грузинский марш и прочие, сплотившиеся вокруг подобных васадзи-лидеров, не скрывают свои пророссийские взгляды. Директор Центра Участия Демократии Георгий Марджанишвили не удивляется бездействию властей. Васадзи представляет довольно влиятельную группу людей в Грузии, говорит он. Эта группа пользуется поддержкой грузинской православной церкви и самого патриарха, сказал Марджанишвили. Большая часть общества считает васадзи рупором грузинского патриархата, и поэтому правительство из-за такого влияния старается избегать любых столкновений с ним. Васадзи может создать властям больше проблем, чем власти обычно прячут голову в песок. По словам критиков, еще большую обеспокоенность вызывает предположение о том, что государство может использовать такие крайне правые группировки в своих политических целях. Вполне понятно, что государство время от времени использует эти организации, чтобы запугивать и демонизировать либеральные и прочие организации, придерживающиеся иных точек зрения, сказал Нануашвили. Все это усиливает предположение о том, что данные группировки пользуются поддержкой и содействием некоторых государственных чиновников. Это также вызывает опасения по поводу парламентских выборов, которые состоятся в будущем году. Степень популярности правящей партии «Грузинская мечта» сегодня самая низкая за несколько лет, составляя всего 21%, о чем свидетельствуют данные опроса Национального Демократического Института. У оппозиционного единого национального движения рейтинги ниже всего на 6%. Недовольство в обществе нарастает, особенно после состоявшихся 20 июня антиправительственных протестов. С тех пор митинги проходят практически ежедневно. Поэтому основатель и председатель грузинской мечты миллиардер Бидзина Иванишвили уступил одному из требований демонстрантов и выдвинул планы пропорционального представительства на следующих выборах вместо 2024 года. Местные региональные аналитики считают, что Иванишвили обладает в Грузии реальной властью. Что очень важно, Иванишвили также решил отказаться от первоначальных планов по введению избирательного барьера. Это означает, что теперь не будет препятствий парламентскому представительству. Мы знаем, что у этих организаций есть политические амбиции, и я думаю, это вызывает беспокойство в свете изменений в избирательной системе, сказал Марджанишвили. Сейчас минимального порога почти не существует, и они наверняка наберут достаточно сторонников, чтобы получить места в грузинском парламенте, добиться легитимности и использовать парламентскую трибуну для раздувания ненависти и ксенофобии. Это обоснованное беспокойство. Даже присуществующий сегодня избирательной системе ультраконсервативный и популистский альянс патриотов Грузии, который многие считают пророссийским, в 2016 году сумел пройти в парламент, с трудом преодолев пятипроцентный порог и получив шесть мест. В 2013 году популярный сайт Табула, который также публиковал и печатную версию, предсказал следующий сценарий. «Нынешнее правительство положительно относится к Васадзе, и он обладает полной свободой действий», написал он. «Но важнее всего то, насколько влиятельным станет это новое действующее лицо в политике, а также какой вред Васадзе сможет причинить интересам и безопасности Грузии». Прогноз сайта оказался пророческим. За шесть прошедших лет взгляды Васадзе и остальных крайне правых глубоко просочились в грузинское общество. И судя по всему, их влияние будет только усиливаться. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.